Очередная поездка в деревню на попутке могла стать для Арины последней. Девушка воспользовалась сервисом Блаблакар, выбрала водителя, но до пункта назначения не доехала. Недалеко от Барнаула попала в аварию и получила несколько травм. О компенсации ущерба водителям речи не идет. Я повредила очень сильно руку, у меня были переломы, плюс очень сильный ушиб головы. Вследствие чего, естественно, я не могла полноценно работать, не могла полноценно вообще в принципе жить. До сих пор прохожу реабилитацию. Он сказал, что он к этому не имеет никакого отношения. Я добровольно села в его машину и в принципе со своей проблемой я остаюсь одна. Помимо аварий есть и другие проблемы, с которыми часто сталкиваются любители попуток. Этой информацией они делятся в соцсетях. Недостоверные анкеты водителей, нет гарантии безопасности, нелегальный перевозчик не оставляет своих паспортных данных и не предоставляет доказательства исправности авто. Ни пунктуальность и неорганизованность водителя, хамство грязь в салоне или переполненный пассажирами автомобиль. Как говорят официальные представители транспортных компаний, поездка на легальном автобусе надежнее, чем на попутках. Потому что в стоимость билета входит обязательная страховка и в случае аварии вам выплатят материальную компенсацию. Несмотря на риск и возможные неудобства, такие приложения, как Блаблакар, пользуются большой популярностью и не все готовы от них отказаться. А если человек берет попутчиков, допустим, на личном автотранспорте, я думаю, что это допустимо. А вот почему? С чем удобно ездить? Ну, удобно. Во-первых, подешевле по проезд по стоимости, удобнее в плане комфорта и по времени быстрее. Нет, конечно. Чего тут страшного? Это автобусы ждать по пять часов, чтобы на воссии попасть, и по десять. Не знаю. Лично я ехал тоже. Нет, нормально, думаю, нет. Пусть будет. По статистике с появлением попуток, пассажиропоток на автовокзале только в Барнауле упал на 10%. При этом проверяют состояние транспорта и водителей также часто, не уменьшились налоги и дополнительные расходы. Поэтому запрет сервисов нелегальных перевозок на автовокзале поддерживают. Очень много требований есть к официальному транспорту. Если бы также сервис Блаблакар был зарегулирован как официальный транспорт, то, соответственно, мы получили бы, что ему стало бы работать невыгодно. А в данном случае основной минус сервиса Блаблакар, что он не подчиняется никаким законам. Но пока Блаблакар работает, никто не запретит пользоваться его услугами. Так что вам решать, покупать кота в мешке в виде попутки или пользоваться лекальными перевозками. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.